Новый сзади фон, антурас, да, космический, кажется, такой. Полетим сейчас. Мы же поднимаемся все выше и выше. Ну, как у вас? Ну, что? Да. Что там у вас новенького, рассказывайте? Ой, ну, у меня много чего новенького, поэтому вот по спектам хотелось бы прочитать. Ну, как всегда, и вот я написала, за неделю начал болеть зуб, и плюс, мне тут разрезали, удалили зуб мудрости, ну, в общем, я тут неделю. Даже пила антибиотики три дня, чтобы быстро все убрать. То есть я человек, который больше десяти лет вообще не пью никакие медицинские таблетки, мне пришлось выпить три дня антибиотики. Температура 38 было, поэтому. Ну, в общем, наверное, к сеансу я уже готова, зажгла все, что можно. Да, это еще не все. Тут вас пытались подвинуть, упрашивали нас сдвинуть ваш сеанс. То есть, тут это было, тут такие были движухи, прям до вчерашнего вечера, вы не представляете. Борьба, да, борьба под солнцем. Заметно под солнцем. Так, ну что, я тогда быстро зачитаю аспекты. Давайте. Да? Ну, вот я прям по бумажке прочитаю, чтобы время сократить. Значит, первый мой аспект – это вернуть свое место под солнцем и жить своей жизнью. Меня очень впечатлил сеанс о том, когда вернули место под солнцем, потому что меня много раз выгоняли с моего жилья. Первый раз меня выгнали родители из дома, когда мне было 19 лет. После этого я много раз меняла квартиры, меняла даже города, где ситуация повторялась постоянно. То есть, складывались разные обстоятельства, но итог был один. Ощущение брошенности, предательства и поиск нового жилья. Следующий аспект – полностью восстановить свою целостность и вернуть все частицы моей души. Вот в прошлом сеансе мной была сказана фраза, что я серия. И, может, моя частица души еще в каких-то парламентниках, либо сооружениях, вот, если всплывется, посмотреть. Дальше. Раздел здоровья. Ну, вот за неделю до сеанса воспалилась десна возле зуба мудрости, вырос хлюс, пришлось удалить зуб и разрезать десну, чтобы там все это почистить. И вот вопрос у меня, почему я допустила такую ситуацию у себя в пространстве? То есть вот эти вот мучения, которые я целую неделю испытывала. Так как я дышу два раза в день, посвешу, либо по вашей методике, естественно, через тело у меня много чего выходит. И сейчас у меня вот наметилась такая тенденция. То есть у меня по восходящей болят большие пальцы ног, потом колени и дальше крестец, либо поясница. Они меняются. Иногда еще я чувствую прям седалищный нерв. Ну, как раз вот эта вот область. И у меня еще периодически болит в области носа. Вот где гайморовые пазухи и сам нос. И вообще, в принципе, в детстве у меня очень... В детстве у меня было много различных манипуляций в этой области. Ну, во-первых, меня, когда мне было три годика, в левую щеку клюнул петух. Вот. Потом у меня из-за того, что было очень постоянно насморки, меня водили на кукушечку. Это стабильно два раза в голову. Ну, то есть постоянно вот это, да, проникновение в область носа. Также у меня был фурункул. Мне разрезали здесь нос. И также я еще проходила такую шаманскую практику. Почему-то мы ее еще ни разу никто не рассматривал. Айявайска рассматривали, а я проходила практику шаманскую рапе. Это вдыхание табака через аппликатор в нос. Вот, скорее всего, тоже там есть какой-то негатив. Вот, посмотреть, отказаться от прохождения этой практики. И еще по здоровью у меня продолжать отекать ноги. То есть тоже убрать причины. Дальше. Исправить ошибки в отношении с деньгами. Я в детстве у родителей брала без разрешения мелочи из кармана верхней одежды. Дальше. Я читала заговор на деньги. Там какая-то ведьма мне давала. И мою ситуацию с деньгами можно описать двумя фразами. То густо, то пусто. А то, что густо, быстро уходит, как песок, сквозь пальцы. То есть тоже устранить эту причину. Так. Атаки во сне и наяву. А также мое неправильное поведение в момент атак, либо во время сна. В июне месяце я сидела на маникюре. То есть это было наяву. Потом у меня резко стало портиться настроение. Началась слабость, головокружение. У меня было такое ощущение, как будто мою голову засунули в центрифугу. То есть меня укачивало, меня тошнило. Я еле дошла домой. Я не могла стоять, лежать с открытыми глазами. Все кружилось, меня укачивало. И отпустила только в обед следующего дня. То есть посмотрите, вот эту ситуацию. Я, конечно, боролась как могла. Но опять же, я уже боролась со следствием. Почему-то не сработала моя защита, когда все это начиналось на подлете. Также мне снился Илья. Он просил мой кулон. И я не знаю, чем дело закончилось. Отдала я его или нет. И еще у меня был такой сон, что... Опять же, я там вела себя безбольно. Я сидела. Я увидела, что у меня делают какие-то манипуляции на затылке. Я спросила, что там происходит. Мне сказали, мы тебе тут делаем чалму. Хотя я когда вот так посмотрела, я видела, что это какие-то бинты. Ну, то есть что-то, какие-то манипуляции происходили с головой. То есть у меня вопрос к себе, в первую очередь, к своему подсознанию. Почему я допускаю вот это все в своем пространстве? Почему я не борюсь? Почему я не включаю волю? То есть я хочу починить механизм воли, механизм распознавания ДНК. И отбивать атаки, которые происходят. А не вести себя просто, как какая-то тряпичная кукла. Так, я бы хотела отменить все ритуалы с яйцом, которые я делала. Так как у меня было несколько раз фурункулы. И когда были на глазах ячмени, я выкатывала яйцом. Я думаю, это тоже какой-то ритуал негативный. Дальше, я не помню, кто мне рассказал. Я ставила в изголовье на ночь разбитое яйцо в воду. Ну, якобы, чтобы снимать негатив, который накопился в течение дня. И также я бы хотела вот отменить. Я была у двух бабок, которые выкатывали меня яйцом. Вот это все тоже. Отменить походы туда и все эти ритуалы. Так, у меня есть аспект, связанный с христианством. То есть я бы хотела отменить свое крещение. Также я читала молитвы по 40 дней о здравии себя, тогда еще мужа. Я любила заказывать сорока усты себе, всем своим родственникам. Вот это все тоже отменить. И также я еще ходила, целовала мощи святых Спиридона. У Матроны я была в Москве. И в Киево-Печерской лавре я спускалась в Нижние пещеры, там, где тоже лежат мощи, як монахов, святых. Вот это тоже мне хочется отменить. Так, и вот я была на экскурсии, где рассказали, что Петр I за заслуги перед Отечеством учредил орден апостола Андрея Первозванного для мужчин и орден святой Екатерины для женщин. Мужчины его носили на голубой ленте, а женщины на алой. Члены императорской фамилии при рождении получали эти награды. Великие князья и княжны получали их уже в момент крещения. Остальные жили ци императорской крови подость к достижению своей вершинолетия. Таким образом, новорожденные великие князья и княжны сразу после рождения перепоясывались голубой и розовой лентами, соответственно. И вот с этого момента, там, рассказали на экскурсии, что пошел обряд перевязывать младенца в красной и синей лентами. И вот мне бы, когда я услышала об этом, мне прям чутко захотелось посмотреть этот момент, потому что мама мне рассказывала, что я вообще не любила, когда меня пеленали, там, пять минут всего лишь могла выдержать, и все, я сразу же освобождалась. И также я была на одном из семинаров, когда я всей этой эзотерической чушью занималась, мы там проходили на этом семинаре такой импровизированный обряд пеленания. И на этом же семинаре мы там плели из красных тоже и синих ниток, якобы такое, как древо предков. Вот я бы хотела вот это все отменить, все это участие, и посмотреть вот этот обряд с этими красными и синими лентами. Потому что, как известно, Петр Первый, когда он вернулся уже из своего путешествия, то это был уже не тот Петр Первый, и вряд ли он там что-то хорошего мог привнести. Так, и также я бы еще хотела отменить ритуал. Мне мама рассказывала, что когда только я начала делать первые шаги, я пошла как раз в гостях у соседки, и она говорит, срочно нужно взять ножницы, якобы так между ног у ребенка перерезать путы, чтобы он хорошо там шел по жизни. Мне кажется, это тоже какой-то нехороший ритуал, который бы я хотела отменить. Ну, в принципе, все ритуалы нехорошие. В каком-то из сеансов всплыло, что зацепкой для Эльги послужило сжигание маски. Я тоже сжигала маску, поэтому я хочу отменить, чтобы не было никаких зацепок в дальнейшем. И еще я бы хотела отменить, я ставила себе пиявку. То есть это тоже какое-то принятие паразитов, и вот я бы хотела это отменить. Так, и вот есть еще, у меня есть один путь, это отменить свадебный ритуал, вешать замок на мосту. Все. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет 3, на эфирном пространстве, эфирное тело Екатерины. Екатерина, 1, 2, 3. Я ее вижу. Энергосфера правильной формы, прозрачная. Вот отсюда такие почти незаметные белые ниточки. Прозрачные, белые. Из сектора принятия решений. Но как-то ниже, не как обычно, чуть-чуть ниже. А здесь такой, как механизм, похож... Ну, прямо пришло такое, знаешь, как... Такой значок настройки девайсов. Угу. Как колесо такое. Угу. И от него такие ниточки тянутся в сектор магии. И вот таким вот веером. Угу. Так, что это за ниточки, интересно. А, вот это колесо такие считываются, как настройки. Сейчас, Вика, считай эфирное ДНК, Екатерина ли это? Да, это она и что-то с волосами не то. Это связано с той ситуацией парикмахерской. Я вижу, как будто такая шапочка наброшена на голову. И волосы взяты, как будто бы в такой мешочек длинный. И они так потянулись в направлении к интерферентам. Угу. И, естественно, идет в сектор магии. Угу. Так. Сейчас, Вика, спроси у Екатерины разрешение на работу с ней и для нее. Угу. Она почему-то достала из-под ног такую плиту, на которой так прям написано и слышу «да». И эту плиту поставила. Ну, вот так как. Сейчас я посмотрю. Угу. Почему? А-а-а! У нее рот закрыт? Угу. У нее рот зашит черными нитями. Так. Тогда давай... Тоже в сектор магии идет. Угу. Может, с этого тогда и начнем? С этих черных нитей? Да. Сейчас. Сейчас. И еще что интересно, вот эти нити, они не как нити, а вот как лезвия, которые вот режут пространство. И вот таким веером это пространство вот так разрезано. Угу. Ну, ее пространство. Ясно. Так, тогда давай сейчас посмотрим, когда эти черные нити впервые появились в пространстве Екатерины, когда у нее рот стал зашитым этими нитями. Пусть она покажет этот момент. Вот это, вот эти настройки, там появляется такой клубок, он похож на такие, знаешь, червячки, которыми рыбок кормят. Угу. Они в таком клубочке и так шевелятся. Угу. Вот такой черный клубочек в сектор магии. И я вижу, что там появляется, появляется такой, такая программа, эгребер, как черномор похож. Так. Только ноги так, как будто пирамидкой стоят, очень плотно чувствуется между ног вот этот, как пиндер, скажем. Угу. И он сильно-сильно толчет им, почему-то туда вниз, вот так. Потом и силой с такой достает. Так. А Омона говорит в этот момент, она говорит очень быстро, как какие-то вещи. Они пробили новый портал. Так. Что за портал? Илья пробил. Сейчас я посмотрю, кто на физическом плане стоит. Слышу Мишу. Угу. Так. И какой-то круг забвения. Я вижу, как Миша. 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 Вижу, как Миша. Вижу, как Миша. Вокруг стоят. Вокруг стоят. Держит что-то в руках. Первый чёрный сильно чёрный. Миша. 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 Вот эти программы подчинения, куда вставляются уже эфирные тела людей. Миша. 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 Ну, они сами этого хотят. Они все вот так стоят с этими книгами. Считываются как книги. Сейчас я снимаю защиту на снятие магния колдовства. На считывание информации. Какие-то шары у них очень тяжёлые в руках. И они достают этот первый дух, который там. То есть я вижу, что это вот эта их команда. Они достают вот эти шары и передают по кругу. А потом вот так подбрасывают пространство Екатерине. Екатерина в этот момент сидит в салоне. Она говорила, по-моему, что она маникюр делала. Да. Но в эфирном плане это выглядит, как будто бы она сидит у зеркала, как сидят, когда стригутся в политмахерской. И я вижу, что в этот момент... Так, надо посмотреть, что это за шары. Они достают оттуда. Так, считай информацию, что это за шары. Потому что в секторе интерферентов... Они достают из сектора интерферентов. Угу. Там такая огромная программа. Или как дух, можно сказать. Похоже на такого динозавра. Что это такое? Сейчас посмотрю. Распределитель. Так. Каких-то фантомов. Угу. Что это за? А, шары. Так. Да, считай информацию. Что это за шары, которые они достают? Угу. Угу. Так. Кто дает им? Надо посмотреть. Надо посмотреть. Там много-много шарпов. Они вот так все выложены в том нижнем пространстве. Огромные шары. Угу. Что это за шары из читая информация? И идет информация как от этих программ или от этих сущностей. Что они не могут жить. Потому что им вот эти шары мешают. А эти шары кармическая ответственность. То есть эти существа и эти программы не могут существовать. Потому что им мешает это их карма. Кармическая ответственность. Угу. Ее переброс кармы. Сейчас мы видим этот механизм. Как через исторические практики. Вижу тот сон, который видит Екатерина. когда ей буквально в затылок прям услышала Илья вкручивает то есть через него он естественно вероятно этого не хочет своим сознательным но бессознательно он подключен к этим эгрегорам и эти программы работают автоматически вижу как вкручивает это как шланг оно даже не шланг а как будто металлический такой полый внутри для прогновения дух отисчитывается ладно Иика ты сказала Илья с его этой командой пробили новый портал считай информацию что за новый портал они пробили откуда и куда это считывается как новая сфера деятельности вот и это связано вот с этими нитями считывается как распространение идей глобализма и вижу вот эти нити которые как лезвие разрезают пространство идет вот эта такая программа как будто голова прозрачная в профиль человеческая с такой подключкой к затылку превращение живого человека в робота то есть подчиненного программам не способного сопротивляться это программа считывается как добрый самарянин самаритянин да или какой я слышала самарянин я знаю что это самаритянин я слышу самарянин а кто такой или что такое самарянин сочетая информация или самаратин как-то вот так когда я смотрю я вижу меняется вот это значение постоянное значение одно а звучание меняется а значение вот такое вот секторе магии стоит человек и одевает на себя вот эту черную одежду эту штуку черную с капюшоном как накидка слышу слово рать из сектора интерферента магическом вот этом секторе такие как стрелы огромные прутья как стрелы а вот это самаранин или самарянин оно как имеет значение самоодеваться принятие принятие ну буквально вижу как берет вот черную одежду на себя и одевает разрешение через настройки через эту программу настройки вот то есть взлом подсознательного добро и зло вот эти настройки считывается можно нельзя вот эти противоположности какие-то чтобы найти золотую середину игра понятий и через игру понятий вот происходит как бы разрезание личного пространства оно услоение расслоение подсознательного неспособность оценить ситуацию чего-то идет в ком но как коми то есть как ком вот эти все программы они вот так считываются как ком мы так и говорим ворох проблем а это считывается вот как ком имеет отношение вот к этому комку черных червячков что это за комок черных червячков считай информацию это зеркальное отражение вот этого кома это реальных считывается как реальное положение дел смыслов а игра смыслов мешает увидеть реальное положение слов реальное положение дел кома решает понять снова возвращая все замороженная ситуация хорошо размораживаю ситуацию так последнее что мы услышали а вот игра слов мешает увидеть реальное положение дел кома ком вот это о короче вот это здесь вот этот ком комок это зеркальное отражение этого кома огромного этого вороха всех считывается как глобальных мероприятий которые вот продвигает вот это все эзотерическое этот сектор магический оно считывается все как мафия пирамида пирамида власти над человеческой душой вообще над нашей планетой и вот этот весь ворох как мы говорим антимир это все его вот эти мероприятия которыми он воздействует на наш мир а что это за мероприятие считай информацию несколько самых главных мероприятий это магия но оно так пришло что религия это магия то есть это то что человек верит то есть вера это симбиоз убеждение религия это организованный механизм который управляет верой человек и религия это как-то оно все вместе и магия и религия то есть это все идет единый организованный блок воздействия на определенную сферу именно на веру считывается вот этот принцип каждому дано поверить его то есть то что человек принимает или отвергает он принять это взлом в коне то есть эти скажем так здесь идет большой слышу такое слово гипотезы то есть здесь основано все на гипотезах есть определенный икон принятия и он должен соответствовать высшему призванию и высшей миссии божественной души эзотерическую эзотерическую все эти логические они заводят человека в заблуждение я просто слышу преподая преподают желаемое которое желает мир как задействительное предположение то есть вот этот момент предположения то есть и буквально вижу как достается из нижних порталов черные энергии показываются что-то как что-то блестит это диск блестящий как мишура замануха такая она блестит и считывается она похоже вот это ментально как бремучая змея она ползет хвостик ам-дэм-дэм-дэм создает такие загубки и они тоже вот так в пространстве блестит заманивает как будто там тысячи планеток блестящих а сама в тот момент готовится любой момент укусить это отвлекающий манер отвлекающая манера поведение гипноз нлп программирование то есть используется наши же механизмы нашего пространства потому что мы всегда сами себя гипнотизируем только нужно знать как правильно мы хотим этого или нет или другие могут нас а вот это антимир он это характеристики искусства нашего пространства использует его усмотрению и это он буквально разрезает вот эти пространства также потом я вижу политикой оно выглядит политика как марш как военный парад таких монстров и они тоже вот как шлейф такой хвост находится в секторе мак потом какое-то дуновение слышу сейчас посмотрю какой-то прозрачный или заметный такой шлейф появляется оно все как будто бы там на такой ворох да как шары такие а сюда такие шлейфы вытаскиваются через один этот портал вдохновение что это за вдохновение я вижу что это имеет отношение к этому символу голова с этой подключкой заменить естественный способ вдохновения процесс вдохновения на искусственное подчинение я вижу что человек получает вдохновение от взаимодействия с энергиями первотворца энергиями прогресса творчества здесь подача уже антимировской сейчас какой-то логики в чем заключается антимировская логика считания слышу непонимание живых душ вот оно что получается что люди подвержены вот этими программами я вчера это видела в реальной жизни происходило когда мне я задаю человеку вопрос а у него я не знаю я не понимаю а он меня не понимает то есть совершенно на разных каких-то принципах построена логика я естественно пытаюсь довести как бы человеку показать что есть глубина этого понятия а его интересует только вот поверхность и я вот это вижу что это та стена которая разделяет живые души от подчиненных подчиненные души стремятся к упрощению всех то есть не души стремятся а те программы которые поглощают у них такая цель упростить и показать только как бы поверхность не заглубляясь внутрь чтобы не найти причину и это становится такой стеной и на физическом уровне это проявляется как неслышание непонимание друг другу и это становится стеной в эфирном пространстве человека который не может считывать сам себя то есть получается вот эти вот эта стена она находится ближе всего ментально и человек не может осознавать то что находится в него ментальных планах его так сказать других эфирных телах это сферы сферы то есть получается душа отдельно его наработанный опыт его убеждения то что составляет его личность ну как мы говорим эфирный план это отдельно вот так прям услышала блокировка сознания потому что душа это как куб он а верные эфирные тела наше эфирное тело это совокупность это как наш внутренний мир совокупность всей памяти желаний навыков опыта наших решений это все наше это то что составляет нашу личность и я вижу что цель этой блокировки прямо слышала захват кода жизни хотела я вот вижу это соотносится с уровнем души а чтобы ты понимала это я сама говорю так оно как говорится само хорошо кода жизни захват кода жизни получается так что главная цель открытия этого нового портала это идти в ногу вот они пошли в ногу с глобальными программами покорения человеческого кода жизни это цель цель назора и вот его цель цель назор не от слова цельности цель я увидела такую вот эту стрелу как вот эти стрелы которые там торчали то есть получается цель достигнуть вот этой цели покорение этого кода жизни через взор взор через просматривание вот разрезание то есть грубое вмешательство пространства человека через буквально слышу повиновение которое на этих разных плоскостях буквально выискивает какие-то моменты нашего повиновения любым программам и усугубляет это все и я вижу буквально считывается это как приношение в жертву то есть получается что эти люди которые как бы подчинились то есть зашли к нему на канал которые поверили ему он их приносит в жертву я буквально вижу как это вот так берется и как бы на руках относится к интерференту и слышу принесение в жертву потому что это не подписание контракта это приносение жертву переброс кармы переброс ответственности за кармические узлы и на самом тонком и на самом низу самой точке это идет фактически это не его желание не его команды этих эзотериков религиозных деятелей и так далее нет это работает все автоматически потому что так срабатывает программа потому что вот этим существам этому главе антимира нужно у него страсть какая-то страсть у него там есть что именно это за страсть страсть к чему считая информация я слышу что это эгоизм то есть все за вот так все внимание у него на нем и он буквально стягивается всего пространства все жизненные ресурсы чтобы пролонгировать свое деятельность чтобы восполнить его код жизни и продлить его жизнь он построил вот эту пирамиду власти которую подчинил себе и подчиняет он переделал то есть как бы проник в наше пространство знаешь как это как делали женщина когда плетет крючком она может взять такую это уже готовую ткань и прямо из этой ткани с этих же ниточек прямо не имея ничего своего только крючочек это я буквально это вижу она может вот так переплетать те уже существующие нити в плетении и совершать такие так совершать но сделать новое плетение и получается вот этот симбиоз готового кем-то сотворенного и созданного уже вот этим крючком точно так же все абсолютно все аспекты нашей жизни и вера религия и вообще политика это все как бы наше но искажено то есть проникли искажения и навязывание воли вот антимир а у него воля отобрать энергию пробить энергосферу отобрать энергию починить чужое пространство чужие иконы им о и сейчас вот эта вся штуковина этот ворог этот комок в секторе магии он вот так вот сдулся и пошла информация ну наконец-то ты нас разгадала с таким смыслом что у них уже как бы сил нет бороться и уже как знаешь лапки сложили это касается естественно не меня а Екатерины потому что в этот момент она очень сильно начала увеличиваться в размере ее энергосфера то есть она начинает забирать эту энергию свою хорошо тогда пусть сейчас Екатерина прихожет Илье и всей его команде всем его соратникам и его хозяевам убрать эти все воздействия от нее последствия воздействий я вижу так как она вот сидит в этом салоне и буквально на нее одевают одежку она как будто бы сама одевает то есть разрешает подключиться и это связано с этим сном вот то есть сон это или предупреждение или уже осмысление что же происходило или происходит в пространстве внутреннем вот и я передаю информацию чтобы Екатерина это сбросила себя со всеми крючками и зацепками и она вот так это сбрасывает и я вижу вот так ногти как будто бы она их снимает как будто бы ногти накладные ну не накладные ногти на физическом плане а в эфирном плане у нее были такие я вижу такие красные ногти на которых нарисовано таким желтым цветом вот такими полосочками пирамидки а внутри пирамидки такая черная энергия и вот это это как символы такие это тоже к сектору Марии а что это за символы вот такой красный как красный как круг такой в нем такая желтая пирамидка не пирамидка а как два луча даже не луча как полосочки и это соответствует тем ногам которые я видела которые только что там это с этим пиндером а внутри такая такой черный этот шар считывается символика и оно вот так тенден снова вот это такое гремучие змеи это завлекательный отвлекающий маневр я вижу это зацепка вот буквально это принятие вот этого символа цельнозора этой паутины чужой буквально вижу на экране как люди ставят на экраны компьютера символика то есть вот эти все символы ну я не хочу сказать все но конкретно его вот чтобы он там нарисовал я вижу чтобы там мне изображали вот вижу какой-то медведь орел прямо бегут бегут разные символы героические символы они все имеют один источник одну цель и одну направленность и в этот момент я вижу как Екатерина буквально вот так срывает себя как идет такое как снимают из созданной статуи это полотно и она сбрасывает себя говорит это покрывало покрывающее истин истинное значение смысл хорошо так я ей передаю информацию что она все это убирала на полную аннигиляцию убирала все крючки и зацепки и отменяла тот момент когда она согласилась впустить в нее пространство это воздействие и льет с его программами этих соратников чтобы она отдавала им карму так а себе пусть возвращала все частички души и всю свою энергию и вот потенциал который они с нее скачали вижу как это все уходит и вот эти нити они вот так было направление вот сюда такие как разрезы вот эти царапины ногти это вся система порабощения человеческой души вот это именно вот как будто бы когтями поэтому когда Екатерина пошла они сумасшедшие я тебе скажу да человек вот идет себе просто напросто сделать маникюрчик потому что он должен за собой ухаживать и вот это ключевое слово мукти сразу соотносится с их этим как тоже инструменты которыми можно проникнуть расцарапать образно говоря пространство и это они уже воспринимают как доступ или разрешение к их проникновению так да нужно это запретить потому что это наше пространство и все наше пространство подчиняется именно нашим желанием нашей воли да пусть сейчас Екатерина запретит в своем личном пространстве вторжение любые от Ильи и остальных его соратников и от всех остальных представителей антимира я вижу она берет вот такой почему-то считывается коботь и вот так вот разрезает раздирает буквально вот тот экран с этим цельнозоровским символом и она снимает из головы называется чалма разлучало а на самом деле вот этот бонус треугольник в виде пирамиды и такой какой-то закрученный вот считывается ведьмовской колпак то есть я вижу что те люди которые подчиняются программам этих колдунов эзотериков которые они как бы вот эти колдуны они перебрасывают свою карму колдунов они имеют возможность еще пожить и таким образом продлевают способности я вижу жить этому антимиру потому что это вся энергия которую отбирают они у людей на физическом плане на физически воплощенных людей она распределяется она просто течет как китайские такие штучки есть там какой-то дымочек там выливаешь таким шариком и она по ступеньке по пирамидке там по ступенечкам потек этот вниз вот так вот похоже распределяется энергия людей которую ну вот которые заходят на чужую территорию потому что их живая душа этого не хочет она хочет жить у нее стремление жить вот заходит на территорию этих дьявол диабол то есть они считываются как ложники распространяющие ложь в нашем пространстве искажение ложь искажение замешательство игнорирование планами жизни у нее вижу как катерина произошел вот такой отторжение и расторжение всех соглашений и она снимает вот эти ниточки я вижу я говорю чтобы она убрала все зацепки все кармические узлы все отдала этим полдуна до самого основания всю карму за воздействие самому этому делу сделал это фактически как программа лжи которая тоже а все имеет источник вот абсолютно все в нашем мире имеет источник или темный источник источник искажения и смерти или чистый источник истины гармонии и жизни одновременно быть подключено подключенным к двум источникам невозможно потому что они находятся совершенно противоположных скажем так сторонах да сторонах и смысловые категории противоположные энергетически все все противоположное между ними такая как как стена свет не может соприкасаться с тьмой и наоборот это непримиримые стороны ладно вот этой ситуации отсоединились сейчас я смотрю она снимает этот колпак хорошо и вот этим колпаком она накрывает вот в секторе магии вот это все считывается мафия на которую работает Илья и его команда я вижу как с этой программы настройка сошел этот шлейф и ее энергия поднимается вот на ее место в сектор принятия решений я вот так она вот снова какая-то шлейф сошел темно с ее пространства пусть Екатерина эту программу настройки уничтожит и в своем личном пространстве и в нашем общем она вот так сделала в эту сторону и в этот момент я вижу как этот считывается искусственный интеллект вот эта трубочка которую я напрямь прозвучала искусственный интеллект и затылка отвалился и она взмывает вот так вверх а там как елка будто она выходит сквозь такую программу кожаную елку вот так и это она освобождается а вот эти все программы вот веточки вот так удерживаются всех сторон как пирамид все отваливается хорошо и она встала и получилось у нее под ногами такой шар с этой елки что это за шар с 4 мультик так сейчас я его замораживаю чтобы рассмотреть чтобы не было здесь он плоский он вот такой как такой жгут как ободок черный с такой мембраной какая считывается какая-то шаманская практика а это вот как барабан там оно делает такие знаешь как звуки она хотела на нее пойти вот так вот из сектора магии короче сейчас я рассмотрю оно вот как катапульта какая-то похоже энергетически оно имеет смысл только уже как бы хотел положить эритроцит эритроцит переносчик вдохновение канал считывается как канал по которому вот вдохновляют то есть идет заражение чужеродной информации чужеродной энергии это то что блокирует сознание так и когда этот канал впервые появился в пространстве Екатерина пусть она покажет этот момент на физическом плане что происходит я вижу что она стоит там как бы много таких картинок пошло что-то связано с что-то она как бы или кто-то взял или кто-то что-то сделал нужно посмотреть ногти как будто бы отрезали и кто-то взял вот эти знаешь как маникюрчик делают отрезают ноготок вот кто-то сложил коробочку эти ноготочки секторе макери потом есть ритуал замкнуть замкнуть замок на мосту замок но это еще там есть оно вот так раз и вышло как она вот так стоит смотрит на себя сверху вниз а ей эта женщина считывается баба и женщина которая несет программы баба разрезает о знак вечности между ногами у нее вот какой-то между левой и правой ногой вот как знак такой вечности бесконечности бесконечности а я это видела вчера когда дышала давай посмотрим что это такое и тоже вот интересно и там есть этот перик там есть переключение переключатель где соединяются вот эти а оно не плоское оно вот так вот как вот так вот идет вот так идет идет вверх то есть это не не один только вот такой два кружочек и все оно нанизывается на стержню и вот это то что вот это как раз этот стержень там есть вот этот черный клубок а этот черный клубок в нашем пространстве это соответствует вот этому клубочку с этими вот это весь ворох воздействие и искажение так а что это за знак бесконечности в ногах какое его значение я считаю информацией сейчас я все проверю я вижу что это вот этот ворох он превратил вот это устремление и вот в идеале оно вот вот этот ворох он создает иллюзию времени хождение по кругу вместо вместо устремления вот это все оно должно быть сейчас я посмотрю а если это убрать что водит так я убираю этот ворох и хочу посмотреть как оно выглядит в эфирном плане выглядело до того когда это искажение произошло в чистом виде оно переместилось в первое дворца я не успеваю говорить что там происходит что я слышу какие отличия во первых это там считывается как вечность незыблемые иконы вечности вечной жизни оно не имеет такой оно имеет это искажение оно имеет изобретение вижу это вот так как источник из одного источника вот просто вот так выходит свет свет имеет такой светящийся ободок и они вот этот светящийся ободочек вот взяли вот так вот и перекрутили это когда выходит энергия она вот создает и поэтому вашим принципу выстраивается форма ретроцита антимир они вот это вставили свое вот эти все мероприятия антимировские по захвату души человеческой оно исказило само пространство пространство наше общее и естественно мы когда рождаемся попадая в эти искаженные пространства все наше живое пространство начинает подчиняться этому родному уже созданному этому пространству потому что мы как бы повторяем то пространство в котором находимся мы это можем ощутить например человек радостный счастливый вот мне пришло сейчас он три раза летел в самолете три раза самолет падал он три раза живой остался никого больше не оставалось только он он в другом пространстве есть люди которые с которыми что-то случается они инвалиды прирождаются то есть уже с собой принесли эти программы или в этой жизни начинают заниматься эзотерикой магией фактически с ними что-то случается они находятся в тех пространствах потому что там пространство все поломанное искаженное оно устремляется к вниз к смерти к уничтожению и эти события в жизни они как раз говорят об опасном пространстве я вижу как то пространство оно вот так все втягивает оно как огромное черное дыра имеет вид такого облика черного с таким вот этим вот это как мембрана которая тянет туда вниз и тут же прозвучала какая-то вот эта практика которая женская прозвучала имеет отношение тоже вдохновение с носом связано так это в дыхании табака вот это рапе считаю информацию с этой практикой шаманской связано оно считывается это рапе но оно считывается типа как прана то есть там идет работа с праной проникновение именно в эти механизмы когда вот эта мембрана это лимбическая система которая там есть механизм считывания эфира информации и именно вот эти практики проникновения в нос уничтожение это уничтожается искажается вот это мировосприятие способность считывать истинную информацию потому что там есть механизм который считывает свое чужое вот так постоянно идет если есть чужое сразу включается механизм защиты и отторжения а свое тогда идет механизм взаимодействия и принятия вот она радуется и подтверждает да она отменяет это решение я вижу она вытаскивает из носа вот развязывает такой черный узелочек вот здесь в секторе принятия решений и вытаскивает из носа такой как пирамидку черную которая вот так вот там есть точка внутри и она она вытаскивает а за этой точкой вытаскивается еще так как зеркальное отражение только уже такого ледяного характера вот это как дух как информационное наполнение черный а вот это как престолическая решетка технократические приспособления и она все это освобождает вытаскивает а есть что удаляли полипы нет почему это кровь идет там делали много манипуляций и разрез а тампоны такие как будто бы вот это кровавое с кровью вот это все уходит в сектор интерферента она это все отдает хорошо и я вижу как появляется как будто бы отрезает ножницы очищает все пространство и сейчас вот отсюда такой как шаричек черный говорит зуб черный она вытаскивает выбрасывает портал и я вижу как это так как бы зашивается расшивается зашито хорошо и уходит вот эта маска как зашитый рук тоже уходит вот эта программа не говорит уходит окончательно и я вижу как ушла вот эта программа как нить вот это как нить язык какой-то что это за программа так формат была это связано тоже с парикмахерской я вижу что это связано это кто-то кто ее стрижет одевает одевает вот это как парикмахер одевает а что я да да когда я ее только увидела я сразу увидела вот этот надрез челочка вот и этот человек он колдует возможно это не он возможно это его программы они собирают генетический материал с ногтиков сейчас я приказываю ему остановиться потому что я вижу что этот человек который стрижет он одухотворен этим черным духом вот рядышком ходит какое-то существо серое маленький серый и он собирает генетический материал что он потом с этим материалом делает сочетая информация я вижу что рассчитывается создает иллюзии я вижу что в секторе магии создается такие как веером такие зеркала так так создаются иллюзии создаются зачем эти иллюзии с какой целью эти иллюзии создаются с читой информации программирование будущего я вижу короче человек то что представляет то что у него что он может представить все считывается мозг так устроен что все находится мы знаем в настоящем то что человек представляет то является для него как бы стремлением картинкой к чему стремиться как реальность он воспринимает это как реальность начинает выстраивать все свое поведение подчиняясь вот этой реальности например человек имеет все потому что он рожденное чистое существо но его могут научить что он должен что-то это 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 то есть создается картинка некая картинка иллюзорная которая воспринимается мозгом как свое и оно выстраивает всю жизнь решение человека подчиняясь вот этой картинке и таким образом это искаженная картинка которая создается это план человек начинает жить человек живет по плану этих интерферентов эта картинка созданная им воплощается на физическом плане да ну а зачем им нужно физический план ногти например волосы интересно да считай информацию зачем им нужен именно физический генетический материал я слышу зацепленность я вижу что это имеет отношение к этому круговорот жизни этот знак бесконечности считывается как круговорот жизни подчинение этим программам круговорота жизни чтобы человек не смог выйти в живые пространства и управлять собственной жизнью самостоятельно все по полу интерферентов чтобы было да чтобы человек перерождался подчинялся этим программам которые они же и устанавливают и чтобы человек своими решениями сам создавал якобы якобы это его решение то есть это хитрый очень механизм который вовлекает самого человека в принятие решения потому что все дано по воле человека человек который делает свои решения он думает что на основании своих собственных целей устремлений желаний своих собственных знаний представлений и представлений о мире у него это все навязано и он его остается только одна часть его решения а это вот все что он видит вокруг себя этот мир во всех его проявлениях это предоставленная картинка мира предоставленная антимира представлена она так как будто бы другого варианта нет и как будто бы это исходит от источника жизни но на самом деле это источник смерти и мне вспоминаются слова из библии что иногда человеку кажется что дорога его жизнь но в конце дороги смерть вот да так пусть сейчас Екатерина прикажет этому существу отдать все ее эфирное ДНК весь ее генетический материал который он забрал и все остальные которые забирали ногти волосы все пусть вернет себе пусть запретит пользоваться этим материалом в нуждах и целях интерьера она это делает буквально как будто бы унитаз смыла потому что если кто-то что-то собирает и вижу что-то должны положить на место то есть перетекание энергии происходит автоматически без нашего осознанного вот она запрещает это все уходит я вижу что выходит такая вот этот кружочек из ее сердечной чакры вот это на нашей ментальной карте это вот этот эритроцит этот символ он находится вот здесь в сердечной чакре и соответствует блокировке сознания и блокировке внутреннего критика и от этого еще я смотрю где первопричина вот взломанного ее критика внутреннего внутреннего критика пусть Екатерина покажет эту первопричину когда впервые ее внутренний критик был взломан я слышу из сектора магии пошла домой кто-то кого-то выгоняет как будто бы я вижу это маленький ребенок ее откуда-то выгоняют откуда ее выгоняют с четвертой а подожди она сейчас появляется вот это снова ножницы эти как ноги как разрезала это я говорю Екатерине чтобы она приказала пусть эта ведьма забирает весь ее ритуал и всю энергию и всю карму я вижу это екатерина выходит а мать как будто бы предала этому ритуалу свою дочь пусть Екатерина обличит те программы матери которые в ней тогда работали я вижу что с этой женщиной связана эта программа пошла домой вот это слово пошла вот и она вот так вот пошла но домой имеется она вот как программы этой женщины домой то есть к дому этих программ а где находится дом этих программ с читой информации он учитывается эзотерический блок в секторе интерферентов находится такое пространство оно похоже на вот этот знак бесконечности только уходит он весь антимер искаженное пространство реальности пусть сейчас Екатерина отказывается принимать эту программу пошла домой в свое личное пространство да сейчас я вижу как выходит этот черный комок и ножницы отсюда вот так идут и возвращается к этой веке и в этот момент я вижу между вот так как бы между ног срастается буквально от сердечной чакры как будто был разрез и это все выходит и выкатилась так вот такая выкатилась черная энергия как шарик выкатилась этой ведьме с сектора интерферентов выходит такой огромный шар считывается потенциал пусть Екатерина очистит свой потенциал и вернет его весь себе она это сделала так я ей говорю чтобы она уничтожила в своем пространстве все эти чушеродные энергии программы сожгла эту ведьму или что она с ней хочет сделать она ее буквально как ножницы отрезает и в портал этот весь шар негативный отправляет хорошо на уничтожение портал пусть закрывает пусть поднимается выше первоисточника она поднялась и как будто бы ее вытолкнуло в какое-то пространство сейчас нужно посмотреть считывается за пределы матрицы она вот так как будто всплыла и так знаешь на если бы человек прыгнул и встал на руки и на ноги на корточки вот так она как вы вынырнула с того пространства и оно такое выглядит как шар к туче с таким вот отверстием и она оттуда вы просто вылетела вверх и так раз остановилась теперь она встала этот шар это искаженная реальность она уходит вниз она стоит как перед огромным экраном в своем пространстве и восстанавливает коды я говорю чтобы она восстановила коды рассчитывания истинного значения энергии эфирных днк энергии программ и восстановила целостность в ней души работу внутреннего критика работу внутреннего критика я вижу какая-то ситуация где она просыпается и какую-то книгу из-под подушки достает то ли это соник так нужна эта книга спросим Екатери нет она ее отдает в сектор магии выбрасывает хорошо я говорю чтобы она просканировала и убрала из своего пространства все чужеродные картинки мира весь навязанный смыслы навязанные да то есть этот ворох навязанных представлений чужеродных энергий чтобы она все очистила от присутствия чужеродной матрицы ее пространстве от всех чипов имплантов под ключик пусть все на уничтожение от портала выбрасывает она выбрасывает и я вижу очищается ее седьмая чакра выходит такой из седьмой чакры как ободок и этот шлейф здесь уходит и она тоже такой имеет вид как конусы вот почему эти ведьмы они с конусами и оно все уходит интерферентом источнику зла и этих взаимодействия и воздействия чужеродных утих это вижу происходит работа в седьмой чакре там какой-то бы вулканчик а знаешь как вулканы просыпаются начинают порвать какая там работа проходит в седьмой чакре считая информация какое впечатление что не как не все вулканы а такие которые вот такие большие это как седьмая чакра нашей планеты а там как будто выхочет выйти какая-то пробка и она находится в сердечной чакре а это коготь это тот коготь которым она вот разрезала вот так вот этот экран с цельнозором хорошо пусть Екатерина эту пробку из себя выталкивает я слышу что это воздействие шло от элицей назора это воздействие это взлом матрицы восприятия он взламывает коды доступа и коды считывания и коды восприятия пусть сейчас это воздействие Екатерина отдаст Илье вместе с последствиями пусть призовет карму за вмешательство его в ее личное пространство и пусть его в портал отправляют на утилизацию я вижу он это собирает и у него на пальцах рук и ног и к ногам привязаны такие огромные шары такие вот знаешь как у лягушек такие лягушки это это мне почему-то идет воплощенные воплощение духов лжи зла колдовства такое впечатление сейчас что люди которые занимаются эзотерикой и магией что они воплощаются уже в следующем воплощении или или в каком-то лягушками жабами считываются считываются как деформации деформация чего происходит с читой информации да так и вижу что через этот символ бесконечности который был между ногами через этот портал потому что внутри этого символа как бы этот портал и это вся этот порох взаимодействия с этим миром и буквально оттуда выпрыгивает эта лягушка считывается как кармическая зависимость энергетическое соответствие информационные дубликаты вот эти эзотерические это вся ложь эзотерическое соблуждение религия там религиозные догмы там тоже очень часто это откровенная ложь я вижу что это лягушки такие которые выскакивают из этого символа и оно все идет два портала открытые вот этот один и оно все вот эти все лягушки черные с этими шарами прямо идут в этот экран с этим символом цельнозора как паутина все выталкивается она вот наконец очистилась я говорю чтобы она восстановила свою внутреннюю работу внутреннего критика чтобы она настроилась на первоисточник жизни гармонии вечности вечной жизни процветания и убрала все эти чужеродные энергии программы приказала всему антимиру убирать от него все и чистила все пространство очищала от этих иллюзий я вижу как уходят вот эти карточки такие как зеркала такие крупные она шук шук все уходит в портал на полную аннипиляцию на полную утилизацию утилизация считывается как деформация то есть кармические кармы как говорится никто не отменял вижу как вот первоисточника открылся такой огромный портал как фрактал в небе кучи раздвигаются и вот так вот все и образовался такой шар огромный черный шар который потянул вот это сектор магии и там этих всех которые находились там вот потянуло вниз все взлетает вверх чтобы она отсоединяла от себя все эти подключка к сердечной чакре к этому шару чтобы она закрывала свою внутреннюю критику и запрещала вот закрывается уходит вниз она взлетает чтобы она отсекла здесь да все эти подключки очистила полностью свое пространство на полную аннигиляцию пусть каждый получит карму которую он заработал и запрещаем переброс кармы в нашем священном пространстве и запрещаем открытие порталов приказываем закрыть тот портал который Илья открыл со своими соратниками убираем все последствия открытия этого портала из нашего общего пространства все отворяем портал на уничтожение так смотрю чтобы все происходило этот шар висит я говорю чтобы она посмотрела где еще какой-то она вот так вот здесь сюда смотрит я крючок и зацепка вот эта программа настройки проявляется она уже по-другому выглядит слышу настроиться на антимир так и от этой программы ага первый эзотерический опыт это связано было с этими ножками первый эзотерический опыт это предательство ее матери на физическом плане произошло мать как бы принесла свою дочь в жертву этим программам антимировским на подсознательном уровне это как подписание контракта о слабости о ментальной слабости о неспособности определять настоящее пусть сейчас Екатерина покажет этот контракт который был подписан в тот момент на подсознательном уровне ты читаешь информацию главную я вижу девочка смотрит на ножки свои что эта женщина делает спрашивает но она вот так назад на подсознательном уровне она к матери обращается что ты делаешь на подсознательном уровне идет как бы диалог и мать говорит она лучше знает это ведьма да она разрешает этой чужой женщине принимать решения в ее пространстве и фактически приносит жертву своего ребенка и ребенок подчиняется и происходит вот эта блокировка и подписание контракта да считай сейчас информацию главные основные условия этого контракта какие это вот так вижу ты лучше знаешь идет как бы вот эта программа что кто-то лучше знает и она как коготь такой прозрачный имеет вид каркас это технологическая уже идет установка и она закрывает видение вижу что в этот момент происходит как расфокусировка сознание сознание вот этот произошел вот пирамидка видишь вот эти полосочки золотые считывается потеря истинного знания связь с эгрегором сразу произрастает подключка к левой ноге вижу что это ее птица клюнула в левую щепку это тоже с этим связано так а как к какому именно эгрегору проста подключка через левой новости информации что это за эгрегор эгрегор это выгнать из дома считывается такой шар большой к левой ноге потерь денежных трат это финансовый эгрегор но да финансовый эгрегор но вот он выглядит как кармический мешок тяжелый утяжеление кармы я вижу она копеечки берет одежды которые то есть вот эти маленькие моменты воровства они вот находятся по отношению к ней в секторе магии то есть она фактически магичит против себя вот так наше пространство устроено и вот этот эгрегор также там считывается безразличие к собственному благополучию идет какая-то как пощечина по правой щеке гипнотическое воздействие отдать отдать свое понятно так сейчас Вика считай скрытый смысл этого контракта со стороны интимы такой ходить чужими дорогами в чужой дом подчиниться чужому дому мы видели вот это знаешь возвратиться домой считывается также чужой place есть такое слово старинное пляс не боку ну это старославянство оно так звучит вот этот place это искаженное как исконное место на которое имеешь право ну еще есть space пространство пространство да и вот это все оно включает то есть на физическом плане мы же воплощены то есть воплощенных душ все происходит тайное все что тайное происходит явно проявляется то же самое что на эфирном плане духовном плане оно все проявляется на физическом плане и и это проявляется и останавливаем из дома так также вижу что в секторе магии появляется какая-то метла и я вижу что там символ это ведьма которая летает на метле то есть этот символ это как раз символизирует человека который поменял локацию он променял свой божественный статус живого человека который имеет свой исконное свое исконное место в пространстве и защищено этим пространством когда человек соприкасается с программами магии лыжи насилия ну и так далее этого всего мира который обустроил наш быть таким образом что выбора нет вообще практически ни у кого не вовлечься в это вот он как бы выметается этой метлой из своего пространства через так называемые полеты в антимир вот туда идет направление вот это черно понятно ладно Вика вот этой ситуации отсоединись спроси сейчас у Екатерины хочет ли она этот контракт расторгнуть отменить все его последствия да хочет хорошо тогда пусть сейчас она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда мать ее предала разрешила этой ведьме делать с ней все что она хочет пусть обличит те программы которые у матери работали и пусть этот контракт расторгнут я вижу что идут вот эти все энергии картинки все обратно я вижу как с этих кармашек энергия во время этого действия как будто во-первых вся одежда она черная то есть все ее пространство все было настроено на тот момент таким образом чтобы она это сделала черное вижу энергетически там вот этот дух взять чужое эта программа была с этой стороны родители как для своих детей были как искусители потому что они во-первых не ложили деньги на одно место во-вторых не научили детей что такое хорошо что такое плохо образно говоря вот да происходит я вижу как этот черный колпак вот так заходит этой ветме в предний глаз а екатерина возвращает считывается ее вид не я говорю чтобы она о вот отсоединяет этот считывается place так звучит вот вот этот эгреготор выталкивает ее пространство отсекает пусть она из этого эгрегора заберет весь свой потенциал который она отдала туда пусть полностью его обысточит уничтожит в своем личном пространстве в нашем общем все произошел такой энергетический взрыв все это чужеродное уходит на полную аннигиляцию я говорю чтобы она уплотняла свое пространство свою свою суверенность осознание что она находится в своем пространстве что это пространство принадлежит только ей ее решение принадлежит только ей чтобы она возобновила свою альфагенетику это он эфирного ДНК пусть восстановит сбалансирован работу чакра выходит как бы открывает дверь вот в секторе первоисточника открывается дверь и она заходит в сияние когда она зашла она начала смотреть на себя она сияет золотистым цветом бело-золотистым сиянием так как сейчас вы видите сейчас я вижу что вот начали знаешь как зубки молодые прорезаются так прорезаются энергетические центры в ногах и только вижу в коленях в коленках какие есть блоки сектор интерферентов кто-то забирает энергию рассчитывается энергию рода так прикажи Вика проявиться кто там в секторе интерферентов находится кто забирает энергию рода Екатерина Снимай все запреты на считывание информации на снятие новой клубовства и перекажи проявиться Появляется такой символ огромной лягушки которая не то сидит не то лежит Считай информацию что это Василий это как играет у него размытые такие границы считывается притяжение что это притягивает информацию считывается по два как усик и от них идут подключена и она вот так вот внутри этой массы какой-то вот стягивается и коленком колени это способность стоять выставить способность это способностью различать принимать пусть екатерина покажет тот самый первый момент когда она впервые к этому эгрегору подсоединились на какого-то глистов кожи то что у нее вышло изо рта когда она очистилась и цельнозор какая же снова это считывается подчинение паразитическим программам в общем вот этот антимир который мы называем его можно он устроен все его устройство устроено таким образом чтобы паразитировать это принятие этих паразитических программ как что-то естественное неспособность обличать это считывается как магический магнитический какой-то цикл а когда екатерина впервые приняла эти паразитические программы пусть она покажет этот момент на физическом плане что происходило на физическом плане в этом в этой жизни я вижу что перед ней много много как выбор чего-то и она это вот так вот все там что это за выбор что она делает спросил екатерины какие-то практики эзотерические практики это связь с с с эзотерикой потому что любая эзотерика связывает человека с определенными эгрегорами ученение эгрегором и согласие отдавать ее энергию и это включает механизм забирать энергию то есть проникать в пространство другого человека забирать энергии но имеется еще отсыл я вижу вот так вот назад то есть по коленам назад она сейчас вот вынимает это как гвоздики в коленях подкорки понимает я приказываю хозяину этих пор проявиться появляется вот это огромная жаба с этим языком язык как этот вот как лист волна считывается вот это паразитическая волна как эгрегор лыжи это вот эта конструкция техна магического устройства этого антимира и она поднимается вверх я вижу какие энергии вот так уходят и как черные сапоги снимаются все уходит в портал вот она что а когда я только начала погружаться она мне показывала ножки и так игрива знаешь ножками и пальчиками и волны делала пальчиками по своими ножками вот сейчас она это все вот так убирает хорошо пусть из этого эгрегора заберет весь свой потенциал свой своего рода всю свою энергию все частички души и пусть его уничтожит и ушла вот это на программа нагнуть прогнуться буквально вот эта черная программа которая напевает вот это все ушло так может таки говорим прогнуться под программой поклониться кому-то это все уходит и я вижу она вот это сделала вот так как выпрямилась и через седьмую чакру такой как хоготь вышел и она взлетает вверх крылья стержень то есть вышел вот этот магический стержень и я передаю чтобы она вернула себе ее стойкость способность различать да образовался тор хорошо пусть поднимается эпитерина в самые высокие пространства пусть очищает свое личное пространство от всех последствий подключки к этому эгрегору да как сейчас она выглядит в эфирном пространстве напиши вижу она вот так вот делает вот так с рук убирает такие черные энергии они рассыпаются я говорю чтобы она полностью очищала и она вот так смотрит а у нее на руках такие сидящиеся шары и она вот так вот делает а между руками такой как такой ободок плотный такая а а а а а а а помнишь я говорила она вот так выстроена как такой ободок такой и это как раз и есть сингл бесконечной энергии бесконечного движения жизни энергии прогресса и она как раз в эфирном плане вот так выглядит как человека между левой и правой рукой то есть как соединение единое сознание осознанность и действия на физическом плане она говорит сила сила сердца гармонии сила жизни сила окона и мы смотрим мы можем смотреть на эти формы в разных проекциях на разных уровнях они выглядят как бы дополняют и раскрывают друг друга значение все как бы углубляется и расширяется и в каком-то из измерений она выглядит как этот тор он выглядит как знак бесконечности но это только в одном из в одной из проекции в одном из измерений и я вижу что именно это измерение четвертое измерение это именно это измерение в этом измерении только в этом одном измерении был захвачен этот фрактал и испорчен цифровое измерение да да цифровое измерение пусть пусть тогда сейчас екатерина освободит этот фрактал захваченный пусть уберет это искажение пусть уничтожит его это искажение она его вот так как бы вытаскивает из третьего глаза упирает я говорю чтобы она восстановила все коны жизни все коны гармонии в ее личном пространстве и раздала а у меня считается слышу как разбросала разбросали почему разбросала бросить это как подарить а что она разбросала безвозмездно информацию эту информация об освобождении иконов об очищении иконов жизни хорошо я просто смотрю мне приходит слово почему-то мы же говорим передать информацию а не разброс 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 а мне идет разбросать я же и смотрю почему разбросать бросить это как что-то вот отдать без сожаления без возврата не ждать чего-то вернуть взамен то есть движение в одну сторону безвозмездно а вот оно что безвозмездно это значит если мы отдаем с чистой душой с чистым сердцем мы ничего не ждем сомнен и таким образом целостное наше пространство и целостное пространство того кому мы это даем не не происходит таких подключек или привязок без привязки то есть это дарение это программа дарения это кондарение хорошо так сейчас вика на физическом плане чуть-чуть вправо повернись в кресле потихоньку да да все нормально потихоньку уезжаешь так как сейчас выглядит эфирное тело Екатерины опиши свинящая чистота вот действительно прозрачное пространство она радуется выглядит как почему-то идет эфирная богиня выглядит как вот как будто она сейчас такая красивая но только в одежде как рисуют этих греческих богинь волосы у меня чуть-чуть волнистые ну хорошо так ладно вика сейчас несколько решений надо поотменять так по поводу паразитов Екатерина хотела отменить свое решение использовать пиявки которые она себе ставила пусть она все эти решения отменит пусть заберет свою энергию которую они с нее выпили ну ну я вижу что она это уже проработала на физическом плане этого нет в ее пространстве я это своей осознанностью отменила от отдавать свой потенциал свою кровь свою энергию отлично хорошо вот этой ситуации тогда отсоединись так теперь Екатерина проходила еще вот по поводу пеленания проходила импровизированный обряд пеленания на семинаре вот и там еще было ввязывание красными синими нитками пусть она это свое решение вообще ехать на этот семинар отменит или тоже уже отменила спросил оно все отменилось это было связано с работой ну это даже не проявилось оно просто проявилось в этом символе то есть этот ритуал пеленания который она проходила на физическом плане это просто как усиление все эзотерические религиозные ритуалы вот если они созданы с целью ну нужно понимать что есть психологические практики то есть они основаны на естественной работе нашего мозга без подключек без идеи отобрать энергию подключение да то эти практики ну например например визуализация человек визуализирует хорошая практика ну а вот эти практики вот пеленания это магия это черная магия почему черная то есть смысл ну какой-то можно рассказать все что хочешь если какашку завернуть красивую бумажку вот там можно на этой бумажке написать все что угодно но конец то есть источник этого ритуала куда эта энергия потом потечет какому источнику будет привязка вот это самое важное вот этот смысл да то есть это истина есть только две истины есть только два источника есть отбор энергии паразитический мир антимир и есть божественный мир который дарит жизнь гармонию пространство человека вечную жизнь гармонии молодость как мы живем сейчас то что мы имеем сейчас это как раз и говорит о том где мы находимся кому каким энергиям мы подчиняемся и если мы освобождаемся в эфирном плане представляем что мы свободны абсолютно свободны а мы не просто это мы на основании своих всех каких-то действий то есть подменяли и становимся на самом деле в эфирном плане свободны то есть вот эта картинка которая которую мы воспринимаем как реальность потому что мозг так воспринимает реальность как и начинает выстраивать наши все события таким образом как будто бы это уже есть и на физике и потом на физике буквально начинает происходить маленькие чудеса и большие чудеса человек выстраивает свое он принимает добро истинное добро для себя и начинает происходить и улучшение и в физическом плане и в отношениях и в материальном человек находит свою миссию и так далее хорошо ладно вот этой ситуации тоже отсоединись да так и теперь по поводу навязчивой фразы вот я серия спросил подсознание Екатерины что это фраза значит почему она такая навязчивая это я вижу связано с этой программой бесконечности пеленания то есть серия серия повторений на этом я вижу я говорю чтобы она полностью убрала очистила ее пространство на физическом эфирном плане и нужно выработать новый как бы навык не говорить это не думать об этом это на физическом уровне физическими усилиями убирается да не делать того что делал до этого негативного ну и делать что-то позитивное да хорошо заменить да вместо этого говорить наоборот что что-то для себя придумать то что важно сейчас на данном да хорошо так вот этой ситуации отсоединись спроси сейчас у Екатерины она на сегодня все сделала миссию свою выполнила да хорошо мы для нее сегодня все сделаем спроси да да мы прощаемся хорошо тогда все вместе поднимаемся в самые высокие пространства к первоисточнику наполняемся энергиями радости счастья достатком благополучия любви прощаемся с Екатериной от соединись от всех от всего да проверяй все пространство вокруг себя все ли чисто все ли порталы закрыты и будем выходить да все чисто хорошо тогда сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю 1 2 3 открывай глаза ну я могу просто возьму такое состояние так хорошо так спокойно такая безмятежность вернули свое место да чувствуется такая усталость но при этом приятная хочется поспать может быть в ванне поваляться вот такое вот какая-то нега во-во-во вот это сейчас можете и сделать да у меня наконец-то ноги согрелись а то я ходила у меня там все мерзли ноги а что бы вы сейчас сказали видите на каждом сеансе мы видим что человек свободный до тех пор пока он не подключается каким-то эзотерическим практикам до тех пор пока он не то есть наша жизнь была бы совершенно другой если бы не было этого врата который это все подстроил завлёк повлёк и где-то на глобальном уровне это какая-то цивилизация враждебная а в нас тоже этот которого нужно так выталкивать с нашего негативные программы да практики дыхательные очень помогают в этом плане ваше привет да оно очень помогает если есть осознанность смотрите сколько у вас новых аспектов всплывала то есть вспомнили это вспомнили это и я вам скажу то что вы вспомнили что что этот сеанс именно сегодня потому что вчера вот мы с тарасом знаем что было да теперь стало понятно зачем я так сразу подумала я сразу когда это самое у меня такая ситуация была я сразу подумала так а завтра у вас как я должна быть что-то это непонятно да то есть и я ну короче я расскажу что было короче я учусь в школе и там такая ситуация что мне дали как бы я в роли ученика а она в роли поуча да тренировка и я смотрю и вижу эти программы эту стену это все то есть я это все увидела и я говорю я не могу с Александрой работы я я не буду с ней работать на почему я сказала почему то есть при всех весь класс 9 человек со мной 10 я говорю потому что ваши эзотерические практики вот эти программы они не дают я не завернула бумажку вот все мне конечно тарас помог потому что была атака и это понятно почему вчера я пишу и мне я вижу это между ног вот эту вот волну то есть чтобы мне увидеть что-то понять и осознать мы уже с тарасом это на своей шкуре как говорится все испытали сначала у нас у нас в жизни что-то происходит мы осознаем это как бы по полочкам прорабатываем а потом прорабатываем то есть мы свое прорабатываем а на сеансе получается уже вы прорабатываете ваши ну в соответствии с вашими уже какими-то моментами но принцип один и тот же то есть это разные совершенно какие-то ситуации но они касаются одного и того же принципа в общем чтобы мы это увидели в ком-то мы это сначала в себе должны проработать ну в психологии это известный факт если человек жертвит и кто-то будет демонстрировать программу жертвы или рекламировать то этот человек будет защищать да если кто-то ворует он будет защищать программы воровства если кто-то лжет он будет защищать лгуна ну да мозг так устроен что нужно подобрать доказательную базу для того чтобы оправдать себя свои действия все программы которые поэтому работать стопроцентным усилием чтобы оправдать программы скрытия смотрите это же антимир наши иконы устроены таким образом что уже запрограммировано все наше пространство на излечение это мы можем наблюдать на физическом плане порезан пальчик кровушка потекла сразу все там работа сделалось через несколько минут все это все стянулось через два часа это уже там почти ничего нет все слиплось через день уже все срослось а через семь дней уже и не видно где это было то есть все пространство работает таким образом чтобы и избавляться от ранений избавляться от ошибок если где-то что-то произошло сразу самоизлечивающимися вот это наше на наш кон нашего пространства а там анти там все наоборот у нас здесь все раскрыть и увидеть а как же на самом деле что это означает на самом деле а там наоборот все припрятать под бумажку под скатерть все скрыть показать только скатерть красивую а на каком столе это лежит это не надо это нужно скрыть так программа работает и как вы сказали да это плоско только поверхностно мыслить а в глубину не копать но это не то что не копать а не понимать да действительно потому что я например если я начинаю на на чем-то или на ком-то сосредотачиваться вот я как бы начинаю вот считывать эту информацию вот глубже 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 я это вижу на себе и это так работает в пространстве это чтобы быть поверхностным скале проскользить взглядом ну поэтому это все развлекательные шоу фильмы это все мелькает это все мишура эти праздники один за другим то новый год то тот то все то это то такое то сякое и все как бы в кучу одно к одному ничего не вяжется то есть создается какая-то иллюзия каких-то повторений я это заметила еще заметила когда-то лет двадцать я приехала к бабушке все там религиозные были вот я увидела вот эту ритуальность вот это повторение я просто заглянула в календарь моей бабушке церковный календарь и вот эту заметила эту цикличность каждый год новый год как говорится а почему я думаю почему это так мы же двигаемся вперед зачем вот эта зацикленность вот то есть эти искажения все циклы они естественно есть но но не в том виде как они это все делают естественно хорошо пора надежать да да спасибо вам большое надо все еще переосмыслить и прикидь в себя потому что такое распутать ну то есть это все практически вот этот ритуал с этими ножницами это был проведен когда я только начала ходить то есть это годик мне было представьте всю мою жизнь да вот это все было был этот отпечаток от этого ритуала поэтому спасибо еще раз большое да а некоторые говорят это ничего не значит если бы не значило то мое подознание не било бы так тревогу ну что екатерина сеансик ваш я вам пришлю попозже да а сейчас отдыхайте что вы там хотели сделать спасибо вам большое да до свидания так сеанс публикуем как вы да только ну может там что-то лишнее вырезать там что может быть в аспектах не попало ну там христианство потом по поводу вот этой ленты которая ну Петр учредил может быть мы это вырежем а что не пусть будет зачем а зачем так все имеет значение абсолютно да ну просто это не всплыло поэтому так это потому что вы сами это проработали уже на физике потому оно не всплыло да а да я бы не поняла просто ну оно бы всплыло если бы например вас там путали этими лентами но это кому-то будет полезно кто-то поймет насколько вот эти все ритуальчики в младенчестве я же помню мне так странно было там моя мама как будто бы не религиозная была но у нее столько этих ритуалов было сколько что это просто жесть я на это все смотрела думаю как это вообще возможно бояться выйти за ворота потому что там кот перебежал ну да куча этих ограничений конечно вот потом такой абсурд да и когда-то я читала книгу какую-то статью и так смеялась короче прежде чем выйти на улицу нужно вернуться домой от двери вернуться домой поцеловать кактусы ну 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 в нашем-то регионе да это нужно найти кактусы чтобы они произрастали зачем их целовать это зачем делается для того чтобы упростить упластить чтобы сделать ум человека плоским так и говорят плоский ум о точно мы же это увидели плоский ум почему плоский потому что не способен проникнуть в глубину и осознать истинное значение вещей что так как все Продолжение следует...